Так, ну я представляться не буду. Вчера уже мы говорили на тему... Продолжение доклада «Живая планета». Спасибо большое. Докладчик, товарищи, докладчик на трибуне. Докладчик Лейман Артур Робертович. Иван Михайлович, докладчик на трибуне. Лейман доклада «Живая планета». Так, ну мы вчера остановились именно на этой картинке. В чем ее смысл? Обратите внимание, с левой стороны находятся рога из еды, из египетской мифологии. А с правой стороны у нас находится лицо Владимира Владимировича Путина. Но у него, вот так вот обратите внимание, очень хорошо выражены желваки или мышцы. Дело в том, что именно в это время, когда он сейчас правит Россией, так сказать, должно прийти какое-то открытие, которое перевернет мироздание. Вот то, что мы мыслим так, на самом деле все будет наоборот полностью. А сам по себе вот этот круг – это шар. Шар будет катиться по туннелю, который откроет вход в сокровищницу, где находятся тайны Атлантиды. Они оставили после своей гибели все их самые высшие достижения. Это на острове Мальта находится. Там также находится под водой вход в туннель. Но это мне еще предстоит найти. Дело в том, что я это просто все вычислил. И подкрепление находится в словах, в котором в одном из слов находится слово «хлеб», а в другом слове находится слово «тара». Получается, что не хлебом единым жив человек, так сказать, и надо что-то там найти. А так как у нас Мальта и имеет образ кита, и центральный город Валета, и он расшифровывается как «Валь-это» или «Кит-это», то все соответствует истине. В словах Ершова, конек-горбунок, когда «Кит» на дно ключиком упал, вот в этом сокровенный смысл находится. Ключик – это те семь чакр планеты, которые находятся в Тихом океане, о чем я говорил в предыдущих двух выступлениях. Смотрите внимание. Это с балкона в Ватикане можно видеть такой вот вид. Вот это яйцо, а посередине стелла – это та самая игла дракона. А смысл дракона я вам сейчас покажу. Чтобы стать Папаем Римским, надо сначала стать кардиналом. Мы это все прекрасно знаем. Так вот, если мы говорим «он кардинал», а есть принцип переворачивания и чтения наоборот, хотя это не акцептируется людьми, на самом деле это очень много открывает. Слово «дракон» именно в этом и находится, вы понимаете? Что произойдет через несколько лет там, я пока сказать не могу. Это все еще обстоятельства, которые должны только сложиться. Но мысль, она материальна. Вчера я разговаривал с Ильей Викторовичем. Вот этот фундамент я залил для небольшой капеллы, так сказать. В дальнейшем там будет храм построен. Так вот, мы нашли закладные камни, которые четко соответствуют тому, что вчера Илья Викторович показывал. Два камня и посередине красный камушек. Египетская мифология, а на Калининградской земле это все вот, пожалуйста, нашли. Здесь написано, что у Бога для каждого из нас есть план. Если мы идем по его плану и не прислушиваемся к нему, то как бы он нас оставляет в покое, но наблюдает со стороны. Ну, дословно я не буду говорить. А если мы четко соответствуем его просьбам, требованиям и делаем все, что он от нас просит, то получается, что мы с ним как в одной команде играем. Тогда нас уже никто не сможет победить. Семнадцатая минута, семнадцатая секунда. Видео, взятое из интернета. Кто не пускает нас на Марс? Обратите внимание. Принцип альфы и омеги. Вот она, омега пошла. Вот она, омега. Этот образ лежит в Тихом океане. Господь сделал Адама, первого человека, из глины. Так вот, планету сделав, он и своего сына поместил в виде континента, который находится в трех океанах. В Индийском, в Тихом и Атлантическом. Атлантида не находилась никогда в Атлантическом океане. Она находится среди трех океанов, как писала и Блаватская, и другие. Атлантида – это та часть, которая ушла под воду, освободив Антарктиду, которая мгновенно замерзла, потому что потоки холодного воздуха, атмосферы, они сразу же привели это все в действие. Так вот, смотрите, вот здесь находится маленький кратер. Все это сделано искусственно, на Марсе. Марс, считая наоборот, получается срам. В этом тоже глубочайший смысл. Туда уже запущено более 30 спутников, и только несколько из них имели возможность приземлиться или сфотографировать нечто. Нас туда не пускают. Так вот, эта точка... Сейчас, секундочку. Точки, которые находятся на линии этого пентаграмма, заложены были кем-то. Это города и поселки. В середине пентаграмма находится подземная база, откуда за день до того, как началась война, даже за несколько часов, с Южной Осетии, между Грузией и Южной Осетией, вылетали три военных самолета. Никто об этом не знает, потому что все, база находится под землей. А я просто в тот момент там находился и сфотографировался. Так вот, вычислите, понимаете, вот эти точки, их более 30, как можно было города построить на линии. Для нас это невозможно. А вот сверху, если это использовать лучи, то можно. Вот та точка, про которую я говорил, которая находится на Марсе, на круге. Это вход, про который Платон написал, якобы, что Атлантида, круглая по форме, и были каналы разрыты. Так вот, каналы имеются в виду, это меридианы и параллели. В этом весь смысл Атлантиды. Вот это череп человекоподобного существа с внутренним морем, с шеей и с плечами. От одного плеча до другого 9 меридианов. Такой ширины Атлант или Атлас, как его называли. А посередине, на 110-м меридиане, находятся чакры планеты. И седьмая чакра выражена четко цифрой 7, которая находится над ней. Это горы так выложены. За всем этим усматривается рука создателя, творца, так сказать. Наука, она буксует. Я послушал уже второй раз, здесь я нахожусь, и все говорят, в общем-то, много интересного. Но каждый хочет услышать только себя хорошего. Надо выбрать единственный правильный путь, который нам покажет и объяснит все. Тупик надо пройти, понимаете? И только русские смогут, потому что я уже пытался и с немцами, и с другими в контакт входить. Кроме денег они ничего не видят. Знания там роли не играют. Вот это принцип нашей земли. Я считаю, что это ошибочно. Никакой магмы там нету. А вот в таких вот маленьких резервуарах находится кипящая лава, которая выходит через вулканы. Если бы лава была везде, тогда бы и газ, и нефть, они бы просто-напросто исчезли. Они бы испарились. Не было бы этого. Ошибка в нашем атласе заключается вот в этом нулевом меридиане. Если мы возьмем за основу... Это в корне неверно. Меридианы, они идут по кругу. Понимаете? Если мы 360 градусов делим пополам, 180 и 180, то здесь должен быть... Понимаете? Вот тут это десятая, а здесь уже 170. А вот тут 180, это и есть нуль. Тогда получается, что вот от этой точки, вот на эту точку, мы выйдем не с 30 градуса на 150, а выйдем на 30 также. А у нас получается, в точности да, наоборот. Если я хочу выйти от египетских пирамид на ту сторону планеты, в Тихий океан, я попадаю на 150 градус, и это неправильно. Почему ученые такую ошибку не замечают? Плюс часовые пояса, получается, что мы в двух разных измерениях живем. Американцы в одном, а Евразия в другом. Вот она ошибка была заложена здесь. Все так закамуфлировано. Глобус был придуман на пустом месте. В 1492 году Мартин Бихайм, немец, взял и выдумал глобус. Как такое вообще возможно? С континентами, с формами, абсолютно все соответствующие действительности. Он что, летал во сне или как? Так вот я говорю, эта ошибка заложена специально, чтобы ученых увезти. Вот она система, призма. Еще раз, я бы хотел посмотреть здесь, не знаю, не получится у меня, наверное, это увеличить до конца. Вот тут в середине, вот он, смотрите. Попробую сейчас его перевернуть. Вот смотрите, перевернуть его надо, чтобы он стоял, в какую? В правую сторону, вот эту, по-моему, да? Сейчас посмотрим. Вот сюда. По часовой, против часовой. Да, ну-ка. Против часовой. Давай. Так, нет, еще раз. Увеличить. Увеличить его еще раз. Увеличить его. Вот так, крутим его, крутим, до последнего, сколько есть возможности. Смотрите, внутри, если возьмем за основу, что земля полая, это очень древняя карта, вот он Господь Бог. Но, смотрите внимательно, вот стражник с мечом, у него нет ноги, он прийти не может. В чем суть, я не знаю, я еще разбираюсь. Но дело в том, что вот здесь вот изображен удав и верблюд. Ну, суда вам ясно, это, скажем так, 13-й зодиак, их 12-й, и сам удав держит себя за хвост. Это круг, это бесконечность. Верблюд находится возле горы Кайлас, там есть образ его. А напротив находится вход в пещеру, про которую уже говорил, там знания. Здесь очень интересная картинка. Это сделано было в Германии, в городе Ноюс. Ною это новое, СС, ну, я думаю, что СС, если сложим, то получится у нас знак Зевса, молния. Так вот, смотрите, если возьмем за основу, что это атмосфера красного выделена, да, это часть земли, где мы живем. Внутренняя часть, здесь сидит Господь Бог с буквами Альфа и Омега. Так вот, я недавно был в Италии, и там сфотографировал в одном, ну, клестер, будем говорить, там, в церкви или в помещении в большом, где религиозные деятели собираются. Николай Чудотворец держит в книгу, вот там Альфа плюс Омега. И я считаю, что именно Николай Спаситель будет вторым Мессией, который придет и принесет истинные знания. Так вот, еще что есть. Есть, говорят, что якобы Христос принес жертву, вот видите, Овен, да, барашек маленький, и бежит кровь постоянно в Халеге Грааль, в Святой Грааль. Есть ошибочное мнение, что это какой-то сосуд определенной формы, и он, ну, как бы осезаем, да, практически, можно его взять, потрогать, что он где-то находится. Так вот, если вы наберете, чтобы пояснить, мы смотрели на Антарктиду снизу, да, перевернули глобус южной стороной наверх, и тогда мы увидели там голову, череп там, все, чакры, все такое это показывалось. Так вот, смотрите, если вы наберете в интернете такие слова, кровавые водопады Антарктиды, то вы увидите там красный водопад, который вытекает в океан. Океан является Граалем. Наша планета – это сосуд, который держит этот Грааль. В этом и есть смысл. Ну, здесь увеличить, если, конечно, здесь все, как бы, в общем, я придумал одну философию такую, что чтение наоборот, деление, плюс знание немецкого языка, подстановка иногда, перемена, открывает высшие знания, поверьте мне. Ну, и то, что с Украиной связано, я вам показывал, что Украина имеет форму лягушки, кто делал границы, да, и как это все в совокупности. Вот у нас было ГДР и ФРГ, а когда все объединили, получается, мальчик в кепи. А так как немцы тоже имели кепи, и здесь у них была, ну, орел со свастикой, если мы возьмем Рюгин за основу, она на концовке кепи находится, там тоже летит птица в виде чайки, а снизу голубь. Все насыпное, все сделано искусственно, и все континенты имеют определенную форму, которые о чем-то говорят. А разъединение, Земля не может порваться, она не бумажная, и если даже они разошлись, эти континенты, то горы должны быть параллельно Земле, а они, наоборот, вот так стоят. Понимаете, возьмите Атлантические океаны, посмотрите, какие там хребты, они стоят вот так вот, делят, а не вдоль. Вот она альфа, а вот она омега, и вот эта птица, это космос, так зашифровали египтяне. Вот эта вот из золота сделанная статуйка небольшая, где находился сам тот хамон, его части, что осталось, да, имела вес 110,400 грамм. 110 килограммов, 400 грамм. Это говорит о том, что 110-й меридиан, и 4 здесь, 4 здесь, а центральный пятый. Это как раз то, что я там про кобру вам рассказывал вначале. Вот он, камень Чентамани, который все ищут. Обратите внимание, вот это вот ущелье, оно соответствует действительности, так оно и есть, и гора Кайлос находится вот в этом месте. Гора Кайлос, я вам говорил, она играет роль клитора, потому что те ущелья, которые, они по форме напоминают женский и мужской половой орган. Так вот, вот эта вот линия, которая идет в пещеру, она проходит через плата Закадавы, где вы видели, идет человек в белой одежде с крестом. Там, тибетцы, они, в общем-то, очень люди такие серьезные, они просто так не раскидываются, потому что там ни деревьев, ничего толком нету. И если человек умер, его рубят, птицы съедают мясо, кости дробятся, и вот на этом плато потом делаются небольшие захоронения. Так вот, вы видите, здесь буква А прописная, а вот она буква Омега. Выходит этот луч в пещеру, как мы видим, а по теории профессора Молдашева, под землей в Тибете находятся самати, или в состоянии саматхи находятся атланты и лемурийцы, огромные существа. Так вот, эта голова, которая сидит здесь, вы не поверите, она лысая, она в очках, она имеет крупные уши и вот такие усы. Копия Молдашев. Я когда смотрю это все в аквариуме через воду, с той стороны идет свет, ну, четко видно лицо. А Молдашеву именно, тибетские монахи, передали эти знания. Благодаря его книгам сейчас туда идет поток народу из России, паломники туда идут. Это священные места. Вот здесь снизу мы видим очень хорошо голову, шею, и вот он лежит, Христос, с повязкой. Видно всем? Этот камень имеет вот размер где-то 3 сантиметра максимально. У меня есть 4 камня, у Рерихов было 3. Мать-Земля, изображенная здесь у нас в качестве королевы, царицы, держит ребенка, у которого шар, символ Земли. Так вот, она все запутала, а он все распутывает. Он все поставит на свои места. Здесь очень интересно изображено нечто скачущее. Но смотрите внимательно, у лошади глаз и спереди, и сзади. Наутилус помпилус есть такие слова. И твоя голова должна быть в ответе за то, куда сядет твой зад. Не все об этом думают. Так вот, смотрите, вот эта змея, которая завязана на узел, и клубок, и вот тут это лицо. А у нас все начинается в профиль лицо, которое находится возле горы Кайлос. Именно там ответ, куда смотрит сфинкс. Там находятся его глаза по физиокномике, средняя часть. Здесь также есть деревья. Ну, есть много чего. Например, вот смотрите, вот 10, а вот 29 числа. Здесь много, я говорю, тут можно смотреть и смотреть. Ну, деревья, значит, это путь. Вот он, путь. В 2006 году я проделал этот путь, просто начитавшись книг Молдашева, пошел в Тибет, в горе Кайлос. Прошел паломничество в восьмерке в форме Моносаравар озера и Кайлос. Это в среднем было где-то 150, около 200 километров пешком. Так вот, что я взял с собой у 100 саженцев деревьев. Вы видите, тибетцев, которые никогда не видели деревьев. Они не знают, что такое деревья. Потому что на этой высоте, 4,5 тысячи метров, деревья просто не растут. Но когда я был там в 2009 году, я удивился. В кадушках стоят возле маленьких ресторанчиков или домов, где там живут тибетцы, туечки. Значит, подействовало на людей, процесс пошел, и люди стали ввести туда зелень. Обратите внимание, эта фотография, она единичная. И была сделана в долю секунды два снимка. Вот так. Ну, вы знаете, автоматические камеры. Обратите внимание вот на эту точку, вот сюда. И посмотрите вот сюда на ногу и вот на этот флаг. Секунда прошла. Нога сдвинулась на 30 сантиметров. Флаг по дуновению ветра чуть-чуть сдвинулся. Точка исчезла, но она перенеслась вот сюда. Я ее сейчас увеличу. НЛО. Они хотели, чтобы камера зафиксировала. Именно с этого момента я включился и стал искать. Вот еще одно НЛО. Вот оно в середине. 300 метров от меня. Я его не видел, потому что я смотрел чуть-чуть левее. А вот серфингист как раз в сторону этого и плыл. Видите? Тарелкообразное облако. Они даже под облака подстроились. Понимаете? Они везде. Они нас ведут и слушают, и управляют нами. Потому что они являются хозяевами вот этой планеты, которая якобы имеет внутри магму. Нету там магмы. Забудьте про это. И деление вот это невозможно в принципе, потому что Земля — это твердое вещество. И плыть оно не может никуда. И посмотрите на деление гор, которые находятся в Тихом океане. И плюс все океаны имеют дно, которое имеет свои картинки. Вот эти картинки надо расшифровать. А все континенты, которые у нас есть на сегодняшний день, они имеют определенные лица. И эти лица я вам показывал вначале. Ну, в общем-то, вот с этого все и началось. С этой картинки с Адамы и Севы. Спасибо большое. Мне через несколько часов улетать, поэтому спасибо за все. Адамы и Севы.